Первый раз, когда я услышал о сделке Microsoft и Activision Blizzard, признаться, я был рад этому как слон, поскольку первое, что приходило в голову, так это серия Call of Duty в подписке Xbox Game Pass. Ну, как по мне, это просто сказка для владельцев Xbox, не правда ли? Еще год назад, после покупки той же беседки, которая прошла, я бы сказал, моментально и без каких-либо интриг, все простые игроки, следящие за игровой индустрией со своих мягких диванов, даже не предполагали, что из-за всего этого вылезет столько интересных скелетов в шкафу и что данное поглощение будет настолько муторным. Да, ребят, с вами как всегда Джамбо Макс и в этот раз мы с вами поговорим о той самой сделке, которая уже по-моему всех заколебала. Расскажу вам интересные подробности, которые всплыли из документов, в том числе и новости о выходе новых консолей, да-да, вы не ослышались, поделюсь своим видением насчет этой ситуации и так далее. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, чтобы об этих подробностях узнало как можно больше людей. Ну, прежде чем мы начнем разбираться во всей этой сделке, хочу рассказать о небольшом обновлении Яндекса. Недавно Яндекс запустил новую версию поиска Y2. Главное обновление, поиск видео без языковых границ, технология Яндекса позволяет переводить видео на лету, даже если речь идет о стриминге, появление детских аккаунтов и экспертный пост для программистов. И вообще стоит отметить, что машинным переводом в мире занимается не так много компаний, можно пересчитать по пальцам. Это очень сложная вещь, потому что нет объективного способа проверить, что задача решена. А перевод стримов в режиме реального времени до Яндекса не делал никто. О других обновлениях поиска Яндекс рассказывает в своем новом фильме Y2, ссылка на который находится в описании под этим видео. Обязательно посмотрите. Начнем, пожалуй, с самого начала, именно с 18 января 2022 года, когда Microsoft объявила о том, что она официально покупает Activision Blizzard. Чтобы вы понимали, у данной компании нормальный такой список известных франшиз, но вокруг всей этой темы больше всего всем всегда бросается в глаза именно серия Call of Duty, которая является просто мега мощнейшей франшизой. Если вы вдруг не знали, то помимо получения данной серии, у Майков были более глобальные планы насчет всего этого, и Activision Blizzard, по словам Фила, нужна им в первую очередь из-за мобильного и ПК рынка. Да, не удивляйтесь, что в последнее время Фила и команда Xbox, по-моему, чутка забыли, что у них вообще существует новая консоль, даже две. Поэтому они, видимо, и особо не упоминают, и делают это только лишь вместе с подпиской Xbox Game Pass, и то не всегда. Несложно догадаться, что Бобби Котик тоже как бы не против всей этой сделки, даже всеми руками за, но его цель сопровождается созданием целой метавселенной. Честно, я до сих пор не понимаю, что это значит, звучит громко, а по факту чё-то вообще непонятно. Фил, кстати, тоже говорил про создание какой-то метавселенной до появления новых аватаров, но, как вы видите, аватары появились, а метавселенной нет. Помимо этого, в целях у Бобби Котика стоит и использование максимально безграничных ресурсов в компании Microsoft для реализации своих идей. И тут вопрос касается не только в деньгах, но еще и в технологиях, которых есть у Microsoft. Да, просто Бобби Котик не хочет вкладываться в создание чего-то нового, и ему проще примкнуть к уже существующему, чтобы и времени терять, и денюжки. Конечно, в начале выходило много споров о том, что же будет вообще с Бобби Котиком после слияния, ибо кто-то говорил, что он должен уйти с поста, кто-то говорит, что нет. Но, опять же, по первоначальным планам, и если опираться на его цели, то он все-таки должен вообще остаться главой Activision Blizzard для дальнейшего управления и реализации своих планов. На мой взгляд, это хорошо, ибо Бобби Котик знает, как рулить своим чадом, ибо если это повесить еще и на плечи Фила Спенсера, то игр новых мы можем не дождаться на Xbox, ну, наверное, целый век. Также стоит отметить, что данная сделка является все-таки одной из масштабных сделок о поглощении, все-таки 70 миллиардов, как-никак. И поэтому, кроме согласия двух сторон, в этой сделке очень сильное влияние оказывает международная антимонопольная служба. На самом деле, про это вообще куча новостей, что какие-то страны это одобрили, какие-то нет, кто-то вообще отложил свое решение. В общем, если вы не хотите строить из себя псевдоэксперты международных отношений, лучше вообще в это не вникайте, ибо подобная юридическая составляющая, особенно международная, это вообще темный лес. Но если опять же вкратце для понимания, то если изначально большинство думало, что все-таки будет все на мази у Фила Спенсера и его друзей, то с каждой новостью так кажется все меньше. Еще так интересно получилось, что до объявления сделки, ну прям как-то внезапно, Activision Blizzard попала в жесткий скандал. Обвинение в домогательствах, увольнение топ-менеджеров и так далее. И если же на тот момент отказалась обычной новостью, то сейчас почему-то кажется, что эта новость была сделана не просто так, а как раз таки в виде подводки к сделке. Что Фил Спенсер тем самым как бы спас всю корпоративную культуру Activision Blizzard, ибо под крыло Microsoft у них все как бы с этим хорошо. Но как я понял, это им вообще сейчас никаким образом не помогает, и эта тема даже не поднимается. Возможно это конечно было сделано ради рынка акций, которые там валились, у кого-то повысились, еще чего-либо, но этот процесс намного сложнее, чем мы себе вообще представляем, поэтому вникать особо я не хочу в это. В общем прошел практически целый год, нас заваливали какими-то бессмысленными новостями о тех или иных комиссиях, и как бы смешно это ни звучало, но каких-то кардинальных сдигов по этой сделке так и не произошло. И все еще находится в подвешенном состоянии. Но стоит отметить, что помимо Microsoft и Activision Blizzard, в этой сделке в последнее время активно принимает сейчас участие и Sony, которая всеми силами пытается сделать так, чтобы серия колды никаким образом не попала в подписку Xbox Game Pass, и в конечном итоге не стала эксклюзивом Xbox. Ибо это нанесет, ну, достаточно серьезный финансовый удар по бренду PlayStation. Несмотря на то, что Фил не раз говорил, что в случае поглощения он там зуб дает, что колда будет и дальше выходить на PlayStation, и колда для них рассматривается как проект по типу Майнкрафта, который должен будет доступен везде. Несмотря на это, в сети просочились подробности, где Microsoft предлагала Sony трехлетний контракт, по которому была бы обязана выпускать игры из серии Cloud Duty на PlayStation, а потом якобы условия сделки были еще лучше и срок был увеличен до 10 лет, что в целом дает усомниться уже в первоначальных заявлениях Фила Спенсера. На самом деле, вся вот эта вот история в последнее время доходит до максимального абсурда, в котором две компании, а именно Microsoft и Sony, ведут себя как два школьника, которые начинают выдумывать отмазки перед училкой, чтобы их просто не поставили в угол. И знаете, тут я даже офигеваю от того, что не такая богатая Sony практически обыгрывает Microsoft в этом политическом сражении, в котором помимо того, что увеличит вероятность блокировки этой сделки, еще и при помощи пояснения Microsoft из документов повышает себе репутацию в игровом плане, ну вот вам пример. Да, чтобы вы понимали, Microsoft данным текстом открыто заявила, что эксклюзив Sony качественнее, поэтому им нужно обязательно покупать Activision. В этот же момент Sony заявляет, что истинная цель Microsoft это превратить PlayStation в Nintendo, оставив их игроков без Call of Duty. Но на самом деле это очень странно звучит, конечно, я понимаю смысл, да, то, что без Call of Duty PlayStation, ну, нафиг не нужен будет в их ключе, да, но все равно это звучит немножко бредово. Помимо этого, стало известно, что обе компании пытались сделать свои подписки доступными на платформах конкурента. Да, если изначально было известно, что только Microsoft пыталась внедрить Xbox Game Pass на PlayStation, и PlayStation не понравилось это. То теперь есть информация, что и Sony пыталась внедрить PlayStation Extra, но, как ни странно, Microsoft это тоже не понравилось. В общем, в этой теме, компания пытается, ну, просто всеми возможными путями, выйти победителями и добиться своих целей. Следить за этим целый год, если честно, уже смешно. Но из всех таких вот подробностей есть одна очень приятная новость, и она касается выхода новых консолей. Документы по расследованию проводимого управления по конкуренции и рынкам в связи со сделкой Microsoft Activision Blizzard показали, что обе компании не планируют выпуск консолей следующего поколения Xbox и PlayStation до 28-го года. Это не может не радовать, поскольку нынешнее поколение, признаться, слишком медленно развивается, вообще почти не раскрывает свой потенциал, и если бы они свернулись бы, ну, через годика так 3-4, это уже было бы, ну, вообще как бы обидно. Единственное, в этой подробности не стоит забывать о консолях промежуточных, которые подразумевают собой некие Pro-версии, как это было в виде Xbox One X, там PlayStation 4 Pro. Про них ничего не было сказано, поэтому вероятность их появления в ближайшие года-два исключать не стоит. В большинстве своем политическая борьба, несмотря на цели и заявления компаний, сводится все равно к колде, поскольку Sony пытается этим парировать, выставляя колду как ультрамощную франшизу, у которой просто нету конкурентов. На самом деле оно так и есть, потому что та же батла, несмотря на все свои усилия, она не смогла достичь столь большого успеха, как колда. Но в то же время комиссии почему-то не смотрят на другие эксклюзивы, да, на эксклюзивные контракты Sony, например, Final Fantasy, Silent Hill, там прочие проекты, Человек-паук, да, которые по сути тоже были отделены от части игроков, но вот почему-то Sony может этим играть, и она играет. Конечно, в этом все можно Sony называть просто лицемерами, но анализируя эту ситуацию, я понимаю, что в бизнесе нет каких-то принципов, моральных устоев и так далее. Самое главное, что в собственном кармане просто было больше денег, и исходя из этого идет дальнейший план действий. Несмотря на то, что при данных обсуждениях и заявлениях никаким образом не поднимается ценность поглощения для обычных игроков, особенно для владельцев Xbox, кем я, собственно, и являюсь. Если честно, за весь этот год я полностью охладел к этой сделке, ибо если вначале поднимались вопросы, что новая колда будет там в подписке, то сейчас это не обговаривается практически вообще. Хотя нет, вру, буквально на днях всплыла новость, что теперь колда может попасть в подписку только лишь после поглощения, но когда именно, ну, неизвестно. Тем более, если Sony будет крайне против, да, майки могут пойти на такое, что колду могут добавить через какое-то время, а может быть даже через лет 10. Поэтому, опять же, про какое-то преимущество поглощения именно для игроков, ну, пока речи не идет, к сожалению. Кстати, блокировка этой сделки все еще вероятна, ибо у Microsoft все еще нет одобрения в основных регионах, а именно в США, Евросоюзе и Великобритании. И еще недавно появилась новость, сразу говорю, что это слух, и заключается она в том, что Федеральная торговая комиссия США вообще готовится заблокировать сделку Microsoft и Activision Blizzard под предлогом, что майки получат несправедливые преимущества на рынке видеоигр. Чтобы вы понимали, подобная ситуация уже была, и одна из сделок реально на этом застопорилась и не состоялась. Поэтому в случае Microsoft и Activision Blizzard реально сделка находится все еще в подвешенном состоянии. Насколько мне известно, данный этап должен где-то произойти в декабре, и тогда мы вроде уже должны будем узнать хоть какие-то сдвиги по этой сделке. Кстати, напишите ваше мнение, как вы думаете, заблочат эту сделку или нет. Я же в этом случае просто хочу дождаться наконец-таки итога, ибо для меня все равно эта ситуация остается 50 на 50, могут заблокировать, могут нет. Просто реально к этой сделке у меня пропадает интерес. Единственное, мне кажется, что в случае краха сделки Фила Спенсера могут погнать санными тряпками, поскольку кроме как какого-то поглощения, кардинального развития подразделения Xbox исчезно незаметно. Ни новых технологий по типу VR, ни AAA проектов за 2022 год, ни улучшенное качество каких-то новых аксессуаров, только лишь подписка Xbox Game Pass остается, который у многих начинает уже вызывать вопросы. И тем более, если сделка провалится, то как бы к Филе реально большие вопросы, типа, зачем он тогда вообще все это затеял. Если честно, мне крайне интересно, чем это все-таки закончится, поскольку это довольно большое игровое событие, которое мусолится уже бессмысленно целый год. Из-за этого, кстати, Xbox может даже пропустить The Game Awards, и их игры могут не показать, как ни странно. Кстати, данное шоу будет 8 декабря. Кстати, приходите на стрим, я надеюсь, к тому времени я выздоровлю. Но, несмотря на исход сделки, я очень надеюсь, что серия Call of Duty все-таки не ухудшится в качестве, что майки все-таки начнут думать не над расширением своих студий, а над повышением качества игровых проектов, которых на самом деле очень-очень не хватает. Поэтому, какой бы итог ни был, надеюсь, что игры просто не станут хуже, и не идут реально все в мобильные игры, что самое прям вообще бе. В общем, обязательно пишите свое мнение на счет, что вы думаете об этой сделке, не забывайте прожимать лайкусик, подписываться на канал, и до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok